Это тяжкое нарушение, так как у депутата есть иммунитет, в том числе и за границей. Когда за депутатом следят, это демонстрирует, что наше требование обеспечить господина Гацкана охраной вполне оправданно. Влад Батрынч удал понять, что заявление Штефана Гацкана о выходе из фракции партии социалистов было написано под давлением, уточнив, что пока не будет раскрывать детали, чтобы не навредить депутату и не помешать ходу следствия. В подходящее время мы выступим с дополнительными комментариями, а также предоставим детали о методах и рычагах, которые были использованы для того, чтобы вынудить Гацкана совершить определенные действия. Корнелю Фуркулица напомнил, что документ не был подан в парламент лично Гацканам. Это сделал депутат ПРО Молдовы Сергей Сырбу, отметив юристу, что законодательство позволяет переход в другую фракцию только по истечению шести месяцев после выхода из той, в которой он состоял ранее. Удивляет недовольство группы ПРО, уже не зная, сутенёров ли, проституток ли, других слов, которые начинаются на ПРО, я не знаю. Считаем, что этот постыдный факт политического туризма должен быть наказан. И мы приветствуем решение господина Гацкана, у которого хватило смелости осознать и скорректировать совершенный поступок. Упорство депутатов группы Канду не удивило демократа Александра Жиздана, который осведомлён о методах работы режима Плохотнюка. Конечно, многие прыгнут на капот машины, когда поймут, что потеряли миллион. Господин Гацкан без своего желания находился под охраной двух мужчин, сотрудников охранного агентства Шора, и его консультировал юрист господина Канду. Напомним, 30 июня депутат парламента Штефан Гацкан заявил о своём уходе из фракции ПСРМ и вступлении в ПРО Молдова. Соответствующее заявление было сделано не им самим, а Сергеем Сырбу. На следующий день Гацкан заявил, что отказывается от политической деятельности в пользу медицинской практики. Складывает в себя депутатские полномочия, но остаётся в рядах партий социалистов. Субтитры создавал DimaTorzok